Когда речь заходит о киберспортивных турнирах, на ум приходит The International по Dota 2, самый крупный турнир в индустрии. Стадион фанатов, десятки команд и миллионы долларов призовых. Valve устраивает настоящий цифровой праздник для поклонников игры, но в среднем по киберспорту ситуация иная. Редкий турнир набирает хотя бы миллион долларов призовых, а когда это происходит, то он становится событием года для всех причастных. Так происходит со всеми мейджорами. Да и в Доте фон The International собирают не только спонсоры, но и фанаты, которые покупают боевые пропуски, наборы цифровой косметики для персонажей. Остальные же турниры в году, как правило, укладываются в миллионный лимит. Это одни из самых известных соревновательных игр, и вот в их ряды в 2022 году закрался импостер. Age of Empires 2. Мертвая игра мертвого РТС-жанра, которая в сознании масс осталась где-то в нулевых, открывает с ноги дверь и выкладывает на стол турнир с призовым фондом больше, чем в полмиллиона долларов. И прямо сейчас мы разберемся, что там происходит и как это вышло. Здорово, стратеги! С вами Грин, и мы начинаем. Но начнем издалека. В 80-х в одном маленьком австрийском городке начинают разливать экзотический напиток из Таиланда. На родине его называют Creighton Dying, что переводится как «красный бык» или Red Bull. В Европу его привез бизнесмен Дитрих Матишец. Он же сделал так, что баночки с красно-желтым логотипом известны по всему миру и продаются в 160 странах. Однако Red Bull знаменит не только энергетиками, но и активным продвижением бренда как с помощью рекламы, так и через поддержку разных видов спорта. Первой ласточкой стала Формула-1. Компания стала спонсором одного из гонщиков всего через 5 лет после основания. Дальше вложения только росли, а бренд охватывал все новые виды спорта. Сегодня у Red Bull есть собственные составы в ралли, наскар, футболе, хоккее и других дисциплинах. И даже пара стадионов. Один в США, а второй в Германии. Со временем появилось и еще одно направление. По всему миру Red Bull стала проводить крутые, экстремальные или просто странные соревнования от скайдайвинга и серфинга до полетов на самодельных мундервафлях. Например, в Москве много лет проходил Red Bull Flugtag, где команды спортсменов пытались собрать собственные летательные аппараты и продержаться на них в воздухе как можно дольше. И подобных ивентов на любой вкус набираются десятки, если не сотни по миру каждый год. Неудивительно, что когда появился киберспорт, компания быстро обратила на него внимание. На онлайн-арену Red Bull пришел в 2006 году, уже имея репутацию крупного спонсора традиционных видов спорта. Как и в реальных соревнованиях, все началось с поддержки одного спортсмена. Волши, профессионального игрока в шутер Хейла. Постепенно число дисциплин, где представлены игроки Red Bull, выросло до пары десятков. Например, с апреля 2021 года компания спонсирует Team Spirit, российско-украинскую команду и чемпиона The International в прошлом году. Со временем Red Bull стал организовывать и собственные турниры. К каждому из них бренд подходит индивидуально. То в CSGO вместо стандартных команд из пяти человек столкнет пара игроков, то в файтинге Street Fighter на время матчей запрет участников в железной клетке для боев без правил. Впрочем, несмотря на необычные форматы, масштабом турниры не отличаются. Однако с серией в Lolo Cup в Age of Empires 2 ситуация немного другая. Все началось в 2020 году в разгар пандемии. Весь мир за персоноизоляцию, а в эпохе Империи анонсировали первый турнир Red Bull с 30 тысячами долларов призовых. С суммой обычной для других игр, но крайне солидной по меркам стратегии, которой на тот момент стухнул 21 год. Фишкой турнира стал необычный формат — Имперские войны. Новый режим добавили в Definitive Edition переиздание игры в 2019 году, но поначалу он игнорировался профессиональным сообществом. В нем игроки минуют стартовое развитие и начинают с пачки крестьян и в феодальной эпохе. В отличие от стандартного режима, где первые 10 минут уходят на разведку и строительство базы, в Имперских войнах битвы начинаются практически сразу, благодаря чему матчи становятся короче, но динамичнее. К тому же раньше турниры делали в основном стримеры да энтузиасты. Когда за дело взялся Red Bull, он применил к эпохе свой организаторский опыт и задействовал свои медиа, чтобы продвинуть турнир, а участникам квалификации и стримерам разослал десятки комплектов уникального турнирного мерча и, разумеется, литра энергетика. При этом навязывать собственные правила турнира компания не стала, а доверила их составление активным членам комьюнити. В результате этой синергии получился один из лучших турниров последних лет, который покорил неискушенное сообщество Age Umpires и задал планку для организаторов на следующие годы. Новые тактики, карты, напряженные игры, сенсационный финал, где норвежец The Viper в сухую проиграл китайскому топу Мистеру Йо. Ивент так привлек к себе внимание, что во время него эпоха почти в два раза обновила рекорд по числу игроков. Одновременно в нее играло больше 34 тысяч человек. Впрочем, кто внес в это больший вклад, карантин или турнир, вопрос отдельный. С тех пор Red Bull сделал еще четыре турнира. Последний из них в декабре 2021 года впервые состоялся в очном формате и собрал 16 лучших игроков в эпоху в стенах замка 13 века Гейдельберг в Германии. Кстати, среди них был и российский игрок Винчестер. Год спустя Гейдельберг вновь примет гостей из Age of Empires. В этот раз в его стенах пройдут турниры сразу по первой, второй и четвертой частям серии при участии Microsoft и AMD. Общий призовой фонд составит 550 тысяч долларов. 300 из них разыграют в четверке, 200 в двойке и 50 достанется игрокам первой части. В последнем случае матчи пройдут еще и в Ханое, так как все игроки турнира родом из Вьетнама, где очень популярна именно первая часть игры. Чтобы попасть на Вололо Кап, необходимо было победить в одном из трех крупных летних турниров, где разыгрывали 4 путевки. Либо отобраться через две квалификации, на которых разыгрывали еще 8 слотов. Последние 4 места заняли автоматически победители прошлых турниров Даут, Зевайпер, Мистер Йо и Лири. Винчестер тоже участвовал в битвах за путевку и добился результата относительно быстро. Он уступил в плей-офф на турнирах Resurgence и RMS Cup 2. Зато катком прошелся по турнирной сетке Т-90 League. В групповом этапе выиграл Лири в полуфинале Хэро и в конце одолел Фина Уиллеса. Теперь ждем его выступления на Вололо Кап и будем следить за ним в прямом эфире уже совсем скоро, с 21 октября. Кстати, подпишитесь на YouTube и Twitch, где будут прямые эфиры. Чтобы победить и завоевать главный приз в 60 тысяч долларов, Винчестеру предстоит сначала пройти групповой этап, а потом с еще 7 топами оказаться в плей-офф. Шансы у Винча как победителя и финалиста нескольких крупных турниров за последний год есть. Однако легким путь точно не будет, так как ожидаемо турнир соберет лучших киберспортсменов. Компанию Винчу, кроме квартета прошлых чемпионов, составит как пул ветеранов, вроде Никова и Татаха, так и относительные новички, готовые подвинуть мастодонтов с первых мест. Например, француз Сито, Финн, Валас и американец Даниэль. Игрокам предстоит справиться не только с соперником, но и с собственными эмоциями от оффлайн-турнира, и случится может что угодно. Турнир начнется с 20 октября, но игр в первый день не будет. В расписании он помечен как Медиа День Age from Pirates 2. Скорее всего, нас ждет знакомство с игроками, а также анонсы, связанные с эпохой Империи 2, приуроченные к юбилею серии. Все-таки Age from Pirates исполняется 25 лет в этом году. Ходят слухи, что на нем анонсируют DLC с новыми цивилизациями. Еще пару месяцев назад в сеть слили вот этот скриншот, где якобы показаны разные скины пехоты для разных регионов. С 21 числа начнутся игры в Age from Pirates 2. За три дня участники сыграют групповой этап по укороченной схеме. Для выхода в плей-офф не нужно играть со всеми в группе, а достаточно выиграть два из трех матчей. Четвертьфиналы пройдут в те же выходные в воскресенье. Дальше для фанатов двойки наступит пауза до конца следующей недели, а вот игроков в четвертой эпохе ждет собственный Медиа День и матчи в том же формате. Полуфиналы и финалы обоих турниров пройдут 29 и 30 октября. Подробнее о правилах, картах и других деталях турнира я расскажу в отдельном видео на канале совсем скоро. Кстати, у меня появился телеграм-канал с анонсами, заглядывайте туда, чтобы быть в курсе турнира. Ссылка на него и на твич есть под этим видео. До встречи в прямом эфире уже совсем скоро! Продолжение следует...